Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и на радио. В студии режиссер Николай Слепцов-Айдын, Мария Новгородова, у микрофона Любовь Петрова. Сегодня наша передача посвящена в рамках столетия памяти выдающегося исследователя танцевальной культуры народов Якутии, хореографа, балерины Марии Яковлевны Жерницкой. Представляю гостей студии. Директор Национального театра танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева Кылуола, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Александр Иванович Алексеев. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый день. Заведующий литературной частью театра, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Вера Николаевна Черноградская. Здравствуйте, Вера Николаевна. Добрый день. Ветерант цены, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Саха-Якутии Афанасий Дмитриевич Афанасьев Здравствуйте, Афанасий Дмитриевич Здравствуйте Заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, лауреат приза журнала «Балет. Душа танца» в номинации «Пресс-лидер» Лира Львовна Габышева Здравствуйте, Лира Львовна Здравствуйте, добрый день Дорогие друзья, мы в прямом эфире Наши телефоны 32 00 66 32 11 66 Во время прямого эфира вы можете позвонить нам в студии и задать интересующие вас вопросы. А сейчас давайте посмотрим танец юкагирский танец Лон Дол в постановке Марии Яковлевны. Вообще ничего не слышно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это юкагирский танец Лон Дол Танцуют, значит, артисты государственного ансамбля танца Якутии. Вот Мария Яковлевна Жорницкая поставила как раз первая программа готовилась в Ленинграде в 1980 году. Солисты здесь, как мы видим, Марьяна Дмитриева, заслуженная артистка Республики Сахая-Якутия и отличник культуры Филипп Фомин. Вот он. Но это передыхание, дыхание танцующей артисты, оленя, и звук пений вот этих всех пятиц, которые на севере очень разных пятиц, и они подражают вот пение это все, и дыхание оленей, как те годы и до сих пор вот это все очень хорошо танцуются и до сих пор и репертуаре театра танца имеется. Это танец Лан Дол. Мы этот танец танцевали очень многих стран мира, показывали вот северное искусство. Это очень такой напряженный, такой тяжелый танец. Там дыхание, вот эти на снегу, вот ногами, стопой там, вот это все показывала Мария Яковлевна. Угу. Танец начинается с медленного темпа, прилетают большие птицы, садятся на два озера, а потом прилетают птички. Шесть или четыре птички, потом начинается танец, и, в общем, и птицы здесь, и лиса здесь, и охотник здесь. В общем, сюжет на тему севера. Место прочим, он очень сложный, он начинается медленно, потом постепенно набирает обороты, а в конце с возгласами вот эти прыжки сады в народном стиле, ну, такое очень... Особые там. Ага, сложнейшее исполнение, и потом очень энергозатратный. Он от начала до конца сопровождается горловым пением. Все поют. Ага. Вообще, этот танец, он был... Я представляю, о каком ажиотаже была московская публика, зрители мира. Если даже вот мы в те годы, когда впервые увидели исполнение ансамбля государственного танца Якутии, все эти танцы поставлены Мария Яковлевна Зарницкая, Лондл, это был, конечно, праздник такой, необыкновенное чудо, казалось. Настолько было гармоничное слияние именно фольклора в этом танце. Там сама природа жила в этом танце. Звуки, краски, чувства, народная жизнь. Вот так вот Мария Яковлевна ездила по северным арктическим районным лусам и вот кропотливо все вот это движение она находила. Александр Иванович, а вот в чем... Добрый день, уважаемые друзья. Конечно, мы сегодня собрались почтить память известного ученого, первого исследователя танцевальной культуры народа Якутии и других народов северян. Этно-хореографа, кандидата искусствоведения, исторических наук Марии Яковлевны Жерницкой. Вот в этом году еще мы недавно, вот 8 ноября, открыли мемориальную доску в честь столетия Марии Яковлевны Жерницкой в мемориальную доску, где она жила по адресу проспект линия 35. Вот очень много собрали, значит, известные деятели культуры искусства, очень хорошо высказали о ней, что она эти годы как прожила, как работала, как помогла якутскому народу по изучению танцевальной культуры, которой раньше мало было изученного. Она первый исследователь? Да, первый исследователь по хореографии, это в России, даже в мире, и где она выступала очень хорошими докладами. Я очень благодарен, конечно, ей, том, что она учила еще, есть Ангалина Григорьевна Лукина, это она первая ученица. Выдающаяся ученица. Вот, и она доктор искусствоведения, профессор, рагики. Да, заслуженный деятель искусства России. Вот, и поэтому вот Лиря Львовна еще расскажет, что как первые годы она начала в музыкальном театре вот первые годы. Ну, вот в чем значение ее вклада? Действительно, знаете, Мария Яковлевна открыла миру красоту северного фольклора, танцевального традиционного фольклора. Это было впервые, она же делала доклады не только по России, по всей России, но и в Америке, и в зарубежных странах, в Чикаго, в частности. Они очень высоко, как об ученном, отзывались сами выдающиеся, в общем-то, этнохореографы, этнографы, фольклористы. Она была первым этнохореографом, кстати, у нас же, да, в России? Да, она была первой этнохореограф, исследователь. Она, знаете, поймала именно мгновение и записала все эти танцы, которые могли бы буквально через несколько, через каких-то два-три года исчезнуть вообще из памяти человеческой, из носителей, из памяти носителей этих традиционных танцев. Понимаете? Она сама ездила на экспедиции? Она ездила и на телегах, и на оленях, и на тракторах по всей республике, самые отдаленные районы, записывала буквально, с переводчиком ездила, конечно. А тогда вот видео уже не было? Как она эти танцы Она снимала сама на камеру, снимала сама, и эти танцы вот в натуральном исполнении, как сказать, самых сельских танцоров, там, носителей фольклора, она все это записала и, конечно, потом уже раскладывала по записи, принятые, по-моему, по записи Степанова даже, да? У нас первая сюда приехала к музыке, да, вот гастроли. Балет и танцы. Она сама как балерина же. Сначала, знаете, вернемся к началу все-таки. К истокам жизни, когда появилась Мария Яковлевна Жорницкая. Она родилась, в общем-то, уроженка Днепропетровска города. Появилась она 24 августа 1921 года в простой семье рабочего. С 36-го по 40-й она обучалась в киевском балетном техникуме. Затем работала во Львове. Затем перешла на, как сказать, в балетную труппу ленинградской оперетты. Это была такая гастрольная труппа. И с этой труппой она объездила почти всю Россию, в том числе и Якутию. В Якутии они гастролировали с оперетты два года, в течение двух лет, приезжая и уезжая. Именно здесь она встретила своего мужа Жорницкого, Ефима Львовича, который был выдающийся тоже личностью. Да, две такие личности встретились. Знаковой личностью вот нашей республики. Он же был один из авторов свайного строительства на Вечной Межзлоте. Конечно, был виден встатным мужчинам, мужчины красавцы. Водопровод тоже он в первую провел водопровод, каменное здание. Жорницкого в честь его до сих пор. А также вот у нас в эти дни мы отмечаем 80-летие трассы Алясска-Сибирь. Вот как раз он уже занимался строительством аэродрома. Да, аэродрома. Да, да, аэродрома непосредственно. Конечно, полгорода, мужская часть населения города Якутска, конечно, они были все влюблены. Мария Яковлевна, но она отдала свое сердце, конечно, Жорницкому, такому видному человеку. Он был старше ее на 22 года. Тем не менее, видите, они влюбились друг в друга. И я думаю, благодаря Жорницкому Марии Яковлевны, вообще-то ее фамилию называли все ее Машенька Ицекзон, когда она приехала. А Мария Яковлевна Жорницкая стала благодаря Ефимию Львовичу. Я думаю, благодаря ему она и осталась в Якутии. В Якутии повезло. Но хочу сказать, что, конечно, Мария Яковлевна была молоденькая, тоненькая красавица, которая покорила весь город, конечно. Она танцевала очень темпераментно, энергично. И разные танцы, танцы разных народов, в том числе и в оперете, конечно. Но у нее была еще вторая встреча. Как-то она попала в балетный зал Якутской балетной труппы. Услышала, что здесь есть классический балет, страшно удивилась. И когда она пришла, увидела, что артисты балета занимаются классическим тренажом, вспотевшие, взмокшие, а на полу горка льда. Представляете? И при дыхании выдыхается пар. Она была страшно изумлена и рассказывала об этом эпизоде очень часто. Нам, молодым балеринам, которых она покровительствовала, что ли, даже благословляла в первые годы нашей жизни на родной якутской сцене. После окончания хореографических училищ приехала большая труппа, группа, нас. И она же писала статьи балетные о всех наших спектаклях первых. О жезелье, о барышне, хулигане и так далее. Но сама Мария Яковлевна, конечно, попала как раз в нужный момент в Якутию. Ведь это был переломный момент для всего музыкального искусства, для музыкального театра, возглавляемый Марком Николаевичем Жирковым. И Марк Николаевич Жирков большое влияние оказал на, в общем-то, судьбу творческую Марии Яковлевны, так же, как и... Лера, мы сейчас прервемся на рекламу. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и после рекламы вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу в программе «Якутск сегодня». Передача наша посвящена памяти выдающегося исследователя танцевальной культуры народов Якутии, хореографа, балерины Марии Яковлевны Жирницкой. Лера Львовна, вот вы о ней сказали как о балерине, а далее вот как она уже как хореограф. Да. Ну, знаете, мы дополним все-таки как о балерине более подробно, потому что вот именно в этот переломный момент началась постановка первого национального балета «Сири Семеги полевой цветок» на музыку Жиркова и Литинского поставил русский балетмейстер Владимиров Климов. Мария Яковлевна там танцевала партию «Тимир Джигири» какая-то характерная партия. Вот так же я бы хотела, если время позволило бы, я зачитала бы именно об ее танце в образе «Тимир Джигири». Это было написано в газете или где-то, я не помню, «Казалось, что кружась, камлая, прыгая, беснуясь, как вихрь, она то повисала в воздухе, то падала на землю вопреки законам равновесия и земного притяжения». Вот таким запомнил ее танец наш якутский зритель в образе «Тимир Джигири» в балете «Полевой цветок». Примера «Полевого цветка» была в дни 25-летия автономии нашей республики. И была большая декада здесь в Якутске, конечно, да, и Мария Клина имела большой успех, это было большое культурное событие. Но танцевала она в этом балете с партнерами Иннокентием Христофоровым, Иннокентием Дмитриевичем Христофоровым и с Оксенией Васильевым Пастельской, нашими первыми звездами якутского балета. Мало того, что, в общем-то, она была балериной, такой ведущей, мастером, первой классической балерины, которая танцевала на пальцах. Она затем очень многое сделала для того, чтобы балет сохранился, потому что в 1948 году был ликвидирован театр-студия. Ликвидирован полностью, и осталась только маленькая труппа артиста балета, которую возглавлял Иннокентий Христофоров. А с 1954 года возглавляла эту труппу Мария Яковлевна Жорницкая. И в этот момент она поставила очень много танцев, большие программы концертные. И благодаря ее труду, в общем-то, балетная труппа сохранилась до лучших времен. Ну, а затем Мария Яковлевна, вот, после ликвидации этой театра-студии, она поступила в Институт языка и литературы, культуры, вот, и начала свою научную деятельность. Кроме того... И наш университет закончила, да? Она закончила наш педагогический, да, институт закончила, вот, исторический факультет. Ну, дело в том, что, конечно же, тяга к знаниям у нее была вообще всегда всю жизнь, и она обладала, кроме того, литературным талантом. Ведь она приняла большое участие в создании либретта жемчужины национального балета, балета Чурмчуку, совместно с Терафимом Ильяем, поэтом нашим народным, вот, создала это либретто, и, кроме того, была она консультантом по традиционному фольклору балетмейстера Киры Карпинской. Впервые партии исполняли эти... Этот балет был, кстати, поставлен для Евдокии Степановой, первой исполнительницы Афанасии Ефремова, Лаврентия Миквидянова. Позднее танцевали все наше поколение якутских балерин и мастеров якутской сцены, таких, как, в общем-то, и Алексей Попов Геннадий Баишев, Анатолий Тургашев и многие-многие другие последующие поколения. Это, наверное, один из лучших национальных балетов. Ну, это жемчужина, она до сих пор этот балет в нашем репертуаре. А знаете, как радовалось, наверное, сердце Марии Яковлевны, когда в Москве 16-18 октября 2018 года в Москве на сцене Центрального Московского музыкального театра Птюрмчуку показывали московским зрителям. В это время, я думаю, Мария Яковлевна с небес благословляла всех наших артистов балета. Это событие было большого значения. Впервые якутский балет показывался, вообще вышел за пределы на большую московскую сцену. Хотелось бы сказать, что в 1994 году, когда возобновляли в очередной раз Чурмачуку Мария, она приезжала сюда. И также какие-то корректуры, замечания какие-то мы слушали и слышали от нее. И никто тогда не знал, что уже через год ее не будет. Она продолжала работать, ездить, и не жалея себя, не жалея свое здоровье, конечно, это сказалось. Но я хотела бы еще добавить вот что. На удивительно многогранная, уникальная личность. И она меня еще раз удивила тем, что буквально года два назад я открыла второе издание книги Сирошевского «Якуты». И смотрю там на 42 страницах комментарии Марии Яковлевны Жорницкой. Представляете? Это на 42 страницы комментарии они сделали вместе уже со вторым супругом Дамухом Идиаровым. Это же говорит, о каком интеллекте этого человека, о какой даровитости. Это просто удивительная личность, конечно, универсальная. Я думаю, поклон ей будет всегда от всех поколений национального театра танца, от нашего балетного танца. Давайте предоставим слово теперь вот ученику Афанасию. Спасибо большое за приглашение. Мне очень посетливилось в жизни творческой своей творческой жизни встретиться Мария Яковлевна в певре 79-м году, когда молодые ребята поехали учиться танцу в творческой мастерской истратного искусства. И весенний день такой однажды в балетном зале зашла такая красивая, мощная, такая темпераментная дама. Когда мы отсюда уезжали из Якутска в Ленинград учиться, нас балерина Евдокия Цивца предупреждала, там будет вас встречать заслуженная артистка Мария Яковлевна Женицкая. Например, мне было 15 лет, я не знал по историю. И вот она зашла и говорит, вот мои земляки, мои якутенки, якутятки, якутенки, она начала все так деться. Мои якуты всегда говорят, мои якуты. Она вот говорит, очень здорово, что вы приехали, вы будете танцевать якутские национальные танцы, народные танцы, которые живут в Якутии. И она поставила нам, вот якутской студии, танец юкологического народа ландол, который мы сейчас смотрели. Этот танец мы вот этим коллективом, государственным ансамблем танца и национальным театром танца Кылула танцевали по всему миру. Показывали вот ее постановку ландол. Очень такой темпераментный, очень такой тяжелый танец был. И дыханием, и движением, эти птицы, это звери, эти вот разные юкологические движения. И она говорила, Афоня, танцуй, танцуй, ты будешь таким вот танцором. вот она вот, я садировал в этом танце Леной Наговицыной, она вот вызывала, мальчик, девочка, выходите сюда, и она начала сама показывать движение юкогирского танца. Она еще поставила танец Амуканова, узкоустья, которые вот приезжали, и нас танцевали тоже, вот, Анатолий Антипинс, наслуженная артистка тоже Марьяна Дмитриева, и этот танец по всему, по всей республике. Ну, второй раз, когда я посещал с ней встретиться тоже в творческом пути, я поступил в Московский институт культуры, она читала нам лексии танцев Сибири и Дальнего Востока. Она вот, там много студентов училась со всего Советского Союза, и она говорила, у якутских танцев, это не танцы, как у эвенков, эвенов и юкогиров или коряков, у якутских танцев такой народный танец, это у них, это как у тюркского народа, у них чохчохой, джеренькой, огохой, вот узоры, вот она все рассказывала этим студентам, и мне очень понравилось, что я попал вот в Марье Яковлевне в Москве, когда учился, она говорит, она еще в Ленинграде вот так, да, она говорила, в Ленинграде говорила, вот так, сахаларга инкюссох, сох, нет, у якутов есть очень богатый, такой вот хорошие фольклорные танцы, традиционные танцы, танцуйте, ребята, вот молодые ребята, танцуйте свои танцы и показывайте по всему миру, и я очень благодарен, что вот столетию, вот я СССР, вот как раз вот ее вот юбилей, да, я очень счастлив, что я встретился вот таким деятелем, таким этнохореографом, ученым, и мне очень приятно, она меня всегда приглашала домой, она всегда приходила ко мне на экзамены поддержать, всегда, конечно, это приносило мне студенту вот из Якутии, да, свои вкусные пряники, перечки, всегда поддерживала, и мы вот Ангелина Лукиной профессором, вот хореографом, да, деятелем, профессором, мы учились в одной институте, в одной педагогу, Игорь Валентинович, она всегда говорит, вот ребят в Якутии поддержите, пожалуйста, в экзаменах и во всех концертах, они будут такие вот, у них очень богатое вот искусство танцевальное, вот так она всегда твердила комиссии, экзаменах, и она всегда поддерживала, вот, наши гастроли, и этот человек, который вот приехал во время войны в Якутии, да, и столько много создала, чтобы развитие танцевального искусства вот севера, вот, якутов и танцевальное искусство, она вот, вот как говорили Лера Львовна, танцала в балете, она все вот ученым стала, она вот в институте Миклу Камаклая, вот она туда тоже нас, студентов звала и показывала, где, что они вот делают, творят, я очень благодарен судьбе за встречу с Марией Яковлевной, Жорницкой. Вера Николаевна, вот вы расскажите о вашей рубрике, да, у вас рубрика о героях. В прошлом году Марии Яковлевне исполнилось 100 лет со дня рождения, наш театр взял, стал энтузиастом, стал инициатором проведения гала-концерта Большого «Вспоминаем с благодарностью». И я открыла на сайте театра рубрику тоже с таким же названием «Вспоминаем с благодарностью» и написала хореографам, постановщикам танцев, артистам, ветеранам цены. Кто её знает, пожалуйста, отправляйте мне на мою почту свои воспоминания, свои отзывы. И буквально через 5-6 дней на мою электронку приходили письма, тексты, и я очень благодарна вот сегодня Лире Львовне просто написала очень большую, содержательную такую, хорошую статью про неё, называется «Уникальная и удивительная». Также, конечно же, написала очень хорошо о ней Геннадий Семёнович Байшев, наш первый художественный руководитель и главный балетмейстер. Потом Романова Василиса Егоровна. Она принимала участие на этом концерте и посвятила Марии Яковлени якутский танец с чароном. Это её ученица. Это её ученица. И потом она, Мария Яковлевна, показала ей основы югогирского танца. Дело в том, что Мария Яковлевна в трёх колымских улусах изучала очень досконально и очень хорошо знала основы югогирского танца и в целом северные танцы. И вот она очень хорошо и досконально об этом тоже поведала в своей статье. Также Ангелина Лукина и тоже её ученица именитая также Любовь Алексеевна Никитина тоже, оказывается, с ней очень плотно общалась. Общались они и в Москве, и здесь. Она ведь основатель ансамбля ГУЛУН театра коренных малочисленных народов севера. Все эти книги, которые Мария Яковлевна... Сейчас мы прервёмся, дорогие друзья, на рекламу, а после рекламы вернёмся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем в прямом эфире программу Якутск сегодня. Программа наша посвящена столетию и памяти выдающегося исследователя танцевальной культуры народа фекутих хореографа балерины Марии Яковлевны Жерницкой. Вера Николаевна, вот вы продолжаете ваш рассказ. Дорогие друзья, в эту рубрику ещё отправили свои воспоминания, слова благодарности, тёплые, такие искренние, трогательные, такие. Доктор филологических наук, профессор Петров Александр Александрович, хореограф, известный у Селданского Улуса, Сивцева Мария Захаровна, А также артисты балета первого поколения государственного ансамбля танца Якутии Афанасий Афанасьев, Афанасий Соловьёв, Лена Аркадьева, Лена Наговицына, балетмейстер Юрий Фёдоров и наш директор Александр Иванович Алексеев. Вот в концерте вспоминаем с благодарностью танцевальные коллективы Якутского колледжа культуры и искусств, Национальный театр танца. Ансамбли Сандал, Каталык, все известные танцевальные коллективы посвятили и показали зрителям самые лучшие свои танцы. А мы представили легендарный ландол в исполнении современных сегодняшних постановщиков. А, кстати, якутский танец Узоры мы тоже показали, потому что Мария Яковлевна была лично знакома с Сергеем Афанасьевичем Зверевым. Кылола именно консультировала узоры. Он был очень... На 40 минут он шел. Его немножко сократили для концерта декады культуры и искусства, который проходил в Большом театре в 1957 году. Большой декады. А вот и Гулун, и ансамбль Иркен, Сандал, поскольку она еще очень хорошо чукотские танцы, корякские, интельменские танцы изучила и про них очень хорошо написала. Вот эти коллективы показали тоже богатый такой разнообразный репертуар северных танцев. Но потом можно сказать про Асоха якутский. Она же выявила там пять вариантов Асоха. Амгинский, Уссалданский, Алёкминский, Вилюйский, Вилюйский. Это очень важно. Вот недавно только мы все услышали, что наш танцевальный круговой танец с Асохой стал один из ста шедевров России, народа в России. Поэтому всех я поздравляю нашего народа о том, что действительно этот танец якутский Асохой стал шедевром. И потому хочется о том, чтобы национальный театр танца в дальнейшем вот эти национальные фольклорные танцы Асохой продолжал по всему миру показать о том, что вся Якутия же танцует. Национальные фольклорные танцы, спектакли. И особо ценному объекту как-то все отнесение этого коллектива охотится, конечно, к руководству республики и нашим депутатам эта работа уже идет. Потому что это танцевальное искусство, вот это живое, которое традиции наши самобытные должны сохраняться. Вот это мы хочу. И по книгах Лира Львовна наверняка монография О научной деятельности, конечно, Лира Львовна расскажет. На этих книгах выросло несколько поколений хореографов. Это правильно говорить, и так оно и есть. Потому что эти книги имели большой резонанс в научной среде, в научном мире. Вот хочется привести высказывание кандидата искусствоведения Гуменюк. Он сказал, нужно обладать большой смелостью, чтобы возложить на себя обязанность исследовать танцы не только якутов, но и ивенков, юкагиров, чукчи, населяющие этот суровый север. Другой доктор исторических наук Гурвич высказался об этих книгах о работе Марии Яковлевой, что в связи с малоизученностью танцевального фольклора народа в Сибири возобладало мнение ранее, что это искусство на Севере не развито. Работа же Жорницкой позволяет отказаться от этого положения. Автор является пионером в области сравнительного изучения танцевального фольклора народов Севера. Вот вы знаете, выводы автора заслуживают внимания не только специалистов-хореографов, но и вообще деятелей искусства и культуры. Обратили внимание на эти работы Жорницкой такие монументальные личности, как балетмейстер Игорь Моисеев, искусствовед Николай Ильяш, признанные якутские ученые, такие как Георгий Башарин, Эргиз и многие-многие другие выдающиеся историки, фольклористы нашей республики. И, конечно, хочется сказать и хочется пожелать, чтобы о труде в великом вкладе Марии Яковлевне нашу науку, нашу культуру, наше искусство. Об этом вкладе знал каждый, кто соприкасается с искусством танца. В общем-то, молодое наше поколение знали об этом человеке. И народного танца, и профессионального. И народного, и классического балета, и вообще хореографического искусства в целом нашей республики. Все, что мы имеем сегодня, все в танцевальной искусстве, это все в общем-то наследие, творческое наследие научное Марии Яковлевне Жорницкой. Она стала путеводной звездой, первооткрывателем народной хореографии. Мы очень благодарны ей, Марии Яковлевне, что есть ученица, которая продолжает по науке, именно Ангелина Григорьевна Лукина, единственная у нас достойная приемница. Вот благодаря ей все консультации, научные концепции пишутся уже. У нас четыре уже научные концепции театра танца написаны и мы как раз сугубо по этой научной работе, по всем танцам, как каноны, как правильно поставить танцы, это строго следим мы. Поэтому спасибо большое Ангелине Григорьевне, продолжатели, как раз. Она должна была кстати принять участие в нашем эфире, но к сожалению она написала очень большую книгу якутские танцы, когда защищала докторскую диссертацию красных танцах. Это очень ценно. Ну и хорошо, что у нас есть в республике театр танца, который все это воплощает и держит, развивает танцевальное искусство нашего народа. И хотелось бы пожелать мне вам успеха, вашему талантливому, замечательному коллективу, который всегда идет в ногу со временем, не забывая о прошлом, создавая настоящее, думая о будущем. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень даже хорошо высказали. И можно сказать, что ее труды, Мария Яковлевна, и танцы живы. Хоть мы ее помним, читаем, но самое главное ее книги, труды научные, всегда у нас прямо настольная книга. Без ее труд никак. Когда я был студентом в Москве, вот сейчас показывали книги, мне очень помогли четыре танца, якутских танцев. Я написал про якутские танцы, рефераты. Самая первая книга ее кандидатская. В Москве в театральном библиотеке была только единственная книга четыре якутских танца. Мне это очень помогло. Мне посчастливилось встретиться с ней в 1992 году в Москве. Как раз эта перестройка началась. Сложности были, конечно, те времена тоже национально, ну, государственные ансамблии танца Якутии, и мы проводили презентацию коллектива государственного ансамбля танца Якутии. Как раз приглашена была Мария Яковлевна, Ольга Лепешинская, известные личности, творческие, да, деятели культуры и искусства России, и они посмотрели коллектив выступления государственного ансамбля танца Якутии в государственном концертном зале «Россия». Ну, это первая площадка России называется площадка. И так как раз она посмотрела программу, подходила к нам, очень поблагодарила Геннадия Семеновича, нашего художественного руководителя, о том, что привезли такую программу, которую постановка северных народов, якутской, двухактных получалось, о том, что первая программа пошла именно по якутским танцам, а вторая уже северных народов. А вели ведущие, знаете, Людмила Маргунова и Петр Петрович Пестряков. Эти центральные телевидения все показывали. После этого Михаил Фимович издал уже указ о преобразовании государственного ансамбля танца Якутии в Национальный театр танца Республики Саха-Якутия 17 ноября 1992 года. Вот на днях уже отмечаем 30-летие образования Национального театра танца Республики Саха-Якутия. А имени Сергея Афанасья Зеверева Кылова присвоено по указу Штырова Вячеслава Анатольевича в 2005 году в декабре месяце было. 17 декабря. И потому вот когда мы встречались в Москве она была такая озорная яркая яркая такая была как она просто чуть не станцевала на сцене доброжелательная была. И она говорила Александр как ты смог организовать такой вот этой презентации в Москве на Красной площади прямо вот так она говорила это смелость потому что те годы сложно было финансированием изысканием там спонсоров найти потому что чтобы помочь сохранить уникальный коллектив государственных самолетовских чтобы те годы были распались помните как раз это лихие 90-е да потому что само там сами знаете самообеспечение самохозяйственное частное собственническое пошло потом вот сохранились спасибо воспоминания вот Вероника оказывает в саде и вот она сегодня мне принесет и вот последний я хочу прочтить вот прочтись в последней встрече Мария Яковлевна сказала Афанасий танец твоя судьба ты талантливый танцуй учись совершенствуй много работы изучай материалы будь разносторонним потом будешь сам ставить танцы и преподавать вот эти ее слова адресованные вот мне я сейчас вспоминаю большой благодарностью Марии Яковлевне стали путеводной звездой в общем тоже очень справедливо будет сказать о Геннадии Семеновиче Баишеве как можно сказать главном последователе преемнике Марии Яковлевне Жорницкой воплотившего все ее танцы на сцене ансамбля и затем театра танца благодаря его творческой деятельности балетмейстерской конечно же я думаю все эти танцы Марии Яковлевны воплотились на сцене и распространились по всей республике поэтому я думаю Мария Яковлевна Жорницкая в общем-то может сказать что тоже воспитала такого выдающегося балетмистера хореографа как Геннадий Семенович Баишев тоже уникальная личность вообще-то танцевание искусства один из самых древних считается жанром я благодарю к сожалению время наше подошло к концу я благодарю вас за участие в нашем эфире за эмоциональный ваш рассказ дорогие друзья на этом наша программа завершена мы прощаемся с вами желаем вам всего самого доброго спасибо